Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК в студии Виктория Столярова и главные темы дня. Красноярцы не могут вернуться домой. Застрявшие в Испании соотечественники сообщают, что во время карантина из зарубежной страны был только один вывозной рейс. Вместо исторической кирпичной изгороди теперь глухие серые щиты. На Троицком кладбище появился новый забор. В Красноярском крае выросло число жертв коронавируса. За последние сутки от COVID-19 скончался еще один человек. Известно, что это был пожилой житель Красноярска. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 12 жителей края, а заразившихся за последние сутки стало на 44 человека больше. Большинство случаев зарегистрировано в Красноярске, их 38 и в Северо-Енисейском районе. Двое заразившихся. И по одному случаю в Сосновоборске, Каннске, а также Ачинском, Ермаковском и Березовском районах. Под наблюдением дома остаются 1686 человек. Жильцов общежитий на правом берегу, где обнаружили коронавирус, не отправят на карантин. Об этом сегодня рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве информацию о заражениях в двух зданиях подтвердили по официальной информации в доме на 26 бакинских комиссаров 25, заболевших четверо, а на Шевченко 70, а двое. Напомню, накануне новости ТВК рассказывали о вспышке COVID-19 в красноярских общежитиях. Жильцы утверждали, что больные не соблюдают самоизоляцию, а ведь в здании общежития общий душ и туалет, который никто не дезинфицирует. В Роспотребнадзоре сегодня заявили, все заболевшие уже изолированы, а тех, кто с ними контактировал, отправили на самоизоляцию. Все заболевшие были госпитализированы в стационарные учреждения. Степень заболевания средней степени тяжести и бессимптомное течение болезни. Всем контактным лицам выданы постановления об изоляции по месту проживания в течение 14 дней. Введение иных ограничительных мероприятий по данным адресам не предусматривается в связи с тем, что жителями данных зданий выполняются в настоящее время требования об изоляции. На третьей подстанции скорой помощи в Красноярске тоже возможна вспышка коронавирусной инфекции. По неофициальным данным, там COVID подтвердился у фельдшера и диспетчера. В Роспотребнадзоре эту информацию пока не подтверждают. Там говорят, что ни у кого из работников Красноярской скорой коронавирус не зафиксирован. Виталий Поляков сегодня занимался этой темой. Он сейчас в нашей студии. Виталий, что известно сейчас об этой ситуации? Вика, ну пока официально заболевших на третьей подстанции скорой медицинской помощи не говорят. Но нам в редакцию пришло письмо, в котором утверждается, что на этой подстанции сразу двое сотрудников заразились COVID-19. Якобы руководство этот факт тщательно скрывает, а контактировавшие с заболевшими продолжают работать и выезжать на различные вызовы. Давайте посмотрим вот часть, небольшая выдержка из этого письма. На третьей подстанции скорой помощи, Ленинский район, вспышка COVID. Заболели фельдшер и диспетчер. Роспотребнадзор прислал информацию на изоляцию практически всех сотрудников, так как они контактировали с больными коллегами. По факту же этих сотрудников не изолировали. Они продолжают работать с людьми, ездят на вызовы, в том числе к старикам с давлением. Распространяют болезнь. Ну и мы сегодня побывали на этой подстанции. Она находится в Ленинском районе. Подстанция действительно продолжает работать. Врачи и фельдшеры продолжают выезжать на вызовы. В помещениях, кстати, висит объявление о карантине. Ну и сотрудники с нами сегодня общались неохотно. Руководство скорой сегодня отказалось от общения. В Минздраве оперативно на наши вопросы ответить не смогли. В Роспотребнадзоре заявили, что ни у одного сотрудника неотложки на территории края коронавирус не выявлен. При этом еще 9 апреля в Сосновоборске диагноз коронавирусной инфекции предварительно подтвердился у работника скорой. Тогда городская больница сообщала, что его госпитализировали. А еще раньше руководитель Санавтотранса говорил о подозрениях на коронавирус у водителя скорой. Мужчину якобы отправили на двухнедельную самоизоляцию. Но теперь получается, что официально в скорой нет заболевших. Вот что сегодня рассказал пресс-секретарь Красноярской неотложки. Скорая помощь работает, соблюдая все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. И как и все медики, советуем и всем сейчас соблюдать эти меры. Ну и вместе с тем понятно, что врачи сейчас в особой зоне риска. Сейчас COVID-19 у нас в крае подтвержден у врачей из Железногорска и Байкита. Это только известные случаи. Врачи сообщают, что за время пандемии в России ушли из жизни более 100 работников системы здравоохранения. Совсем недавно в соседней Хакасии скончался врач-травматолог. Ему было всего 26 лет. Две недели коллеги боролись за его жизнь, но со сложнениями справиться не смогли. Коронавирус не признает регалий. Ему успел переболеть даже главврач самой образцовой больницы в Коммунарке, которая сейчас лечит коронавирусных пациентов Денис Проценко. Правда, сейчас выясняется, что и в этой клинике есть проблемы и с оплатой труда, с защитными средствами и тому подобное. О чем в своем обращении рассказала бывшая санитарка этой больницы. Работала по двое суток, а иногда и по трое суток подряд. Нас перестали кормить, нам стали выдавать БУ вещи. А я при этом заходила, извините, в палаты, где лежат Губенко, где лежал Сосин, где лежали другие достаточно известные люди. То есть подвергая тем самым этих людей новой инфекции. Потому что в этом костюме я хожу и в реанимацию, и поднимаюсь потом наверх. Тупандемия – это еще и огромный стресс для врачебного сообщества. Напомню, не так давно, 1 мая, из жизни ушла главный врач Красноярского госпиталя ветеранов войн Елена Непомнящая. Последнюю неделю она находилась в реанимации после того, как выпала из окна пятого этажа своего госпиталя. По нашим данным, она всячески противилась госпитализации коронавирусных пациентов в своем обучреждении. Из-за нехватки средств защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких и неподготовленности персонала больницы. Несколько дней назад в Воронеже из окна на втором этаже выпал врач скорой медицинской помощи Александр Шулепов. Ранее он заявлял, что несмотря на то, что у него диагностировали коронавирус, он продолжает работать. Рядом со мной находится врач СМП Шулепов Александр Борисович, у которого только что подтвердился, ему позвонили с поликлиники, что подтвердился положительный COVID-19. Главный врач заставляет работать... Корреспондент меня снимает, что ты видишь. Заставляет нас работать дальше. И что делать нам в данной ситуации? Со смены не уходим. Со смены нас не снимают. Мы с Александром Борисовичем на протяжении месяца работаем вместе. Вот такая ситуация находится. О том, что все говорят, это фейк, вот вам, пожалуйста, реальные факты. Правда, позже Шулепов заявил, что со смены его сняли, и вообще обращение он записал на эмоциях. Ну и неудивительно, что врачи не хотят трудиться в текущих условиях дефицита защитных средств. Например, в Калининградской области еще до появления первых коронавирусных пациентов 350, около 350 медиков и врачей не захотели работать в период эпидемии. Они ушли в отпуска многие. И коллеги призывают не осуждать их, а наоборот поддерживать. Ведь врач, который работает в некачественных условиях, может быть сам источником вот этой коронавирусной заразы. Вика, на этом у меня все. Виталий, спасибо. Я напомню, у нас в студии был Виталий Поляков, который рассказал о возможной вспышке коронавируса на Красноярской подстанции скорой помощи. Мы будем следить за развитием событий. Прямо сейчас к официальной статистике по стране. В России за последние сутки зарегистрировано 10 102 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных COVID-19 в России превысило 155 тысяч. Умерли за последние сутки 95 человек. Всего же от коронавируса скончались 1451 житель страны. Выздоровели за сутки 1770 человек. За все время пандемии 19 865. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве почти 6 тысяч. Далее идет Московская область 822 новых заболевших и Санкт-Петербург 226 случаев за сутки. При этом в Минздраве заявили, что пик пандемии коронавируса в стране еще не пройден. В ведомстве винят в этом население. Якобы люди плохо соблюдают режим самоизоляции. Отмечу ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что выйти на плато заболеваемости Россия должна к середине мая. Владимир Путин завтра проведет совещание по борьбе с коронавирусом. Президент намерен обсудить выход страны из режима самоизоляции. Об этом сообщают в Кремле. Ранее Путин попросил специалистов Роспотребнадзора до 5 мая предоставить ему рекомендации о постепенном снятии ограничений. По мнению президента, Россия может начать возвращаться к прежней жизни уже 12 мая. Об этом он заявлял 28 апреля во время обращения к гражданам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что россиянам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, так как отмена ограничений – растянутый процесс. К тому же все будет зависеть от количества больных COVID-19. Красноярцы, оставшиеся за рубежом, жалуются, что власти не хотят помогать им вернуться домой. Так в новости ТВК обратилась Дарья Бердникова. Девушка вместе с мужем уже больше месяца живет на Бали. На остров они уехали еще в середине марта, вернуться должны были 30-го числа. Но границы закрыли и рейс отменили. В посольстве России в Индонезии паре пообещали, что 5 апреля все улетят на родину. В итоге прошел уже месяц, люди говорят, вывозить их никто и не собирается. Мы пока не видим никакой возможности по возвращению домой. Отсюда в Бали было несколько рейсов, а именно было три рейса в Москву. Последний рейс был недавно, 3 марта, в Санкт-Петербург, Москва. И было несколько рейсов регионные. Это Владивосток, Самара, Сочи и Сургут. Но эти рейсы, как нам сказал консул, что эти рейсы состоялись благодаря региональным властям. То есть люди писали в своей администрации, в своих регионах и там уже содействовали их возвращению. По словам Дарьи, они тоже писали в правительство Красноярского края, но в ответ получили сухие объяснения. Мол, мы работаем над этим вопросом, а вот действий никаких, уверяет девушка. В похожей ситуации оказались и красноярцы в испанском городе Малага. Местный житель Павел Коваленко рассказал, что 22 февраля к нему приехала погостить его мама из Красноярска. Обратный рейс был назначен на 21 марта, но 14 числа по всей Испании ввели всеобщий карантин. Компания «Аэрофлот» отменила рейсы и вернула деньги за билет. И с тех пор из Испании был только один вывозной рейс. 13 апреля в Москву, рассказывает Павел. Если самолет полетит, то он полетит в Москву. Соответственно, Москва не принимает людей без прописки в Москве. И люди из регионов просто не могут попасть на этот самолет. Вся эта система не работает. При этом активно везде показывается, что хэштег «своих не бросаем». И Мария Захарова регулярно выступает по телевидению. То есть так это не работает. В Краевой администрации сегодня оперативно прокомментировать эту ситуацию не смогли. И пообещали дать ответ завтра. Добавлю, по официальным данным российского МИДа с 20 марта по 26 апреля в Россию из-за рубежа возвратились около 250 тысяч россиян. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. В Таштаголе Кемеровской области работник супермаркета в отместку за увольнение разгромил полки со спиртным. Грузчик Виталий был крайне огорчен внезапной новостью о потере работы и решил выместить гнев на самых дорогостоящих в магазине товарах. Грузчика задержали полицейские. Стражи порядка сообщают, что он был не трезв, а ущерб от его действий превысил 100 тысяч рублей. Сейчас правоохранители проводят проверку. Многие пользователи соцсетей считают, что поведение грузчика в принципе объяснимо. Потерять работу в нынешние времена вдвойне неприятно. Экономисты прогнозируют скачок числа безработных. По данным экспертов, без зарплаты могут остаться до 10 миллионов человек. Главный тренер футбольного клуба Ахмат Игорь Шалимов назвал россиян, которые просят помощи в кризис, дармоедами. Он считает, государство не должно помогать тем, кто сейчас остался без денег. Видео появилось на его страничке в инстаграм. Вот фрагмент этой речи. Магазин, троллейбусы, автобусы работают, метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас, с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию. И давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы живете, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос. Ради чего вам помогать? После этого видео Шалимову напомнили, что его клуб и почти весь профессиональный футбол в России датируется государством. При этом, даже когда чемпионат по футболу в стране приостановлен, игроки и тренеры продолжают получать зарплаты. Футбольные болельщики также напоминают, что клуб Шалимова «Грозненский Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице. При этом бюджет клуба по меркам Чечни просто огромный, около 2 миллиардов рублей в год, по данным издания «Сокер». После шквала критики Шалимов удалил свой аккаунт в Инстаграме. Экономический кризис только начинается, и ближайшие месяцы будут тяжелыми. Такой прогноз дал председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. По его мнению, основные проблемы еще впереди. Они могут проявиться в июне и июле. Дворкович считает, что государству нужно усилить адресную поддержку, помогая тем, кто пострадал больше всего. Затяжной характер нынешнего экономического кризиса предрекают и красноярские предприниматели. Те, что отметили свою компанию на сайте «Бизнес терпит бедствие». Всего о проблемах заявили 90 организаций нашего города. Это туристические, рекламные, торговые компании. Есть даже одна аптека, которая была вынуждена прекратить работу, поскольку больница, в которой она находится, закрылась на карантин. Мы продолжаем проект хроники коронавируса Сибири о том, как режим самоизоляции проходит в других городах. На прошлой неделе мы говорили о жизни в городах Красноярского края. Теперь показываем, что происходит за пределами региона. Сегодняшний выпуск посвящен ситуации в Иркутске. Кадрами поделились коллеги местного телеканала АЭС-ТВ. Вступая в должность мэра города Иркутска, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Иркутской области, устав города. 1 мая администрация города Иркутска. Пока вся страна сидит на самоизоляции, городской аппарат сидит в полном зале. Приветствую Руслана Болотова, нового мэра Иркутска. И кажется, что социальную дистанцию здесь соблюдает только сам Болотов, потому что во время инаугурации он стоит на сцене. В павильоне находится один человек, требования соблюдены, разметка есть. У вас у всех початки, средства индивидуальной обработки. А вот бизнесу и горожанам нарушать нельзя. За ними Роспотребнадзор пристально следит. Первый случай коронавируса в Иркутской области официально подтвердили 29 марта. Сейчас в регионе выявлено 200 случаев инфекции, 4 человека скончались. Но это не помешало властям открыть парикмахерские и салоны красоты с 14 апреля. Конечно, выйти на работу могут только те мастера, которые соблюдают строгие правила Роспотребнадзора. Я считаю, что каждый про свое здоровье думает сам. Поэтому при исполнении всех вербезопасности это ничего страшного. Многолюдно было и в храмах. Это кадры праздничной пасхальной службы, на которую, несмотря на предупреждение Роспотребнадзора, пришли некоторые жители Иркутска. Вот фрагмент трансляции. Священник после каждого верующего обмакает лжицу, которая причащает сначала в емкость со спиртом, потом в емкость с водой, и только после этого причащает следующего подошедшего. Также верующим не давали целовать чашу, но в комментариях пользователи заметили, что смысл таких мер сомнителен. Все равно всем промакивают рот одним и тем же полотенцем. Вероятнее всего, в регионе еще думали, что вирус привозят от соседей. Вот и решили власти отправлять на карантин россиян из регионов, где напряженная обстановка с коронавирусом. В список попал и Красноярский край. В поезде узнала о том, что все граждане, приехавшие из Красноярского края в Иркутскую область, должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. От знакомой из района больницы узнали, что списки всех приезжих подаются в РОВД. Затем берутся анализы на 1, на 6, на 10. На 10-й день полиция это все контролирует. Но за 14 дней ко мне никто не пришел брать анализ, никто не проверил, как я соблюдаю самоизоляцию. Вот и получается, что даже здесь промах. Но все-таки давайте разбавим грустную повестку хорошей новостью. Вот областные больницы Иркутска получили защитные костюмы и оборудование. Но нет, погодите. Это помощь из Китая, о которой договорился крупный российский фонд. А жителям, у которых нет денег на продукты, как могут, помогают предприниматели. Бесплатные продукты, конечно, не обещают. Но местные торговые сети договорились до конца лета не поднимать цены на важные продукты. Менеджеры смотрели анализ по продаваемости того или иного товара. Исходя из того, какие товары были наиболее популярны, они отбирали в этот перечень. И, соответственно, этот перечень попал на полки. С топером цена зафиксирована. То есть это не те товары, которые не востребованы. Это как раз те товары, которые очень востребованы, которые продаются каждый день в большом количестве. А вот где в это время власти, спросите вы? Они вот здесь. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Под Красноярском в начале мая выпал снег. В соцсетях появилось видео с легким снежным покровом. Кадры сняли в районе Бирюсы. Это в часе езды от Красноярска. Такая же ситуация, по словам очевидцев, сейчас на трассе в сторону села Новоселово. ГИБДД уже предупредила красноярцев у гололедицы. На загородных трассах о сложной обстановке на дорогах водителей предупреждают и спасателей. По их прогнозам, завтра северные и южные районы края накроют снег с дождем. Сотрудники МЧС просят водителей быть внимательными и не нарушать скоростной режим. На Троицком кладбище появился новый забор. Вместо исторической кирпичной изгороди теперь глухие серые щиты. Новое ограждение на кладбище поставили несколько дней назад. Как пояснили в мэрии, эта конструкция временная. Позже на этом месте восстановят прежний кирпичный забор. Правда, когда это произойдет и как он будет выглядеть, пока не ясно. Кирпичную изгородь на Троицком кладбище снесли, напомню, в сентябре прошлого года. Мэрия согласовала снос и заплатила за это 958 тысяч рублей. Забор оказался объектом культурного наследия. Как тогда пояснили в администрации, это вышло случайно. До этого изгородь простояла на своем месте 200 лет. После этого были проверки. В итоге мэрию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Озабоченные в мэрии сейчас не только забором на Троицком кладбище, но и публичными слушаниями по застройке территории бывшего комбайнового завода. Их решили не отменять, несмотря на пандемию коронавируса. По плану общее собрание намечено на 14 мая в зале заседаний на Карла Маркса 95. Там с жителями обсудят строительство жилого комплекса Новоостровский. Застройщик компании «Сибиряк» хочет возвести на месте комбайнового завода несколько многоэтажек с закрытыми дворами и подземной парковкой. Выслушать мнение людей в мэрии решили, несмотря на все ограничения, даже если режим самоизоляции продлят. Сегодня в департаменте градостроительства заявили, что отменять публичные обсуждения не будут, но уверяют, что разработают для этого специальные правила, чтобы все прошло безопасно. В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах, а в Красноярске уже летом начнутся круизы по Енисею стоимости примерно однокомнатной квартиры. Обо всем подробнее в рубрике «Новости коротко». С 5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах. Речь идет о так называемых наливайках на первых этажах, которые работали как кафе. В них можно было купить алкоголь, а также посидеть и выпить на месте. По мнению авторов закона, жители домов, где находятся подобные заведения, негативно относятся к ним и регулярно жалуются на шум. Отмечается, что региональные власти теперь смогут вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах, вплоть до запрета. Круизы по Енисею стоимостью почти полмиллиона рублей запустят в начале лета. Первый рейс теплохода «Максим Горький» назначен на 6 июня. Стоимость речного путешествия начинается от 317 тысяч рублей и переваливает за миллион. И это в один конец. За эти деньги туристы по дороге в Дудинку посетят плато Путорана, музей вечной мерзлоты, заброшенные стройки ГУЛАГа и поселения малых народов Севера. Никаких штрафов для поездок по выделенкам красноярских водителей не будут наказывать за проезд по выделенным полосам до 11 мая включительно. Об этом рассказали в ГИБДД. Из-за того, что президент вновь продлил нерабочие дни, то и проезд по выделенкам остался доступен. Отмечу, большинство выделенных в Красноярске и так открыты для проезда в выходные дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова